Музыка Находясь в каком-то переломном своем моменте жизни, находясь в поисках каких-то смыслов жизни, ради чего, почему, зачем и так далее, я много путешествовала, и, естественно, я приехала в Сергиев Посад, потому что мне хотелось пойти в Лавру, мне хотелось здесь и помолиться, и подумать, и как-то поговорить о чем-то с Богом. И в один из моих приездов в Сергиев Посад я поехала в Дубраву к моему другу, он меня пригласил туда, и он брал интервью у Лины Зиновиной Салтыковой. Привет, привет, все хорошо? Вы не волнуетесь? Мне она стала так интересна, я не отрываясь смотрела на нее, слушала, это вызвало ее интерес, и когда она спросила, журналистка ли я тоже, я сказала, нет, я режиссер, и услышала в ответ, я так люблю режиссеров. Готовимся к спектаклю. И где-то через месяц у нас, не знаете, был праздник там, юбилей, сколько-то лет, не знаете, шесть, кажется, было, и я ее пригласила. Она приехала туда, и после этого уже не уходила. И вот так с октября месяца, приезжая каждое воскресенье в Незнайку, мы начали репетировать наш спектакль, который еще непонятно тогда было, каким он будет, как он сложится. А как он будет называться? Своими словами. Ребят, ребят переносим. Ну, мы сейчас пытаемся разобраться в этом пространстве, пытаемся распределить, где мы будем хранить реквизит, откуда будем его выносить. Сейчас самая главная проблема у нас решить вопрос с проектором, пока он немножко не подходит нам, но я думаю, что это мы сейчас решим, и тогда все будет нормально. Сейчас свет настраиваем, звук подключаем, и скоро начнет прогул. Привет! Привет! Как ты зовут? Оля! Максим! Илюша! Даша! Меня зовут Дима. Дима? Да. Меня Таня. Очень приятно. Женя! Через несколько минут вы увидите спектакль, в котором дети расскажут свое видение, наверное, некоторых вопросов жизненных. Но основное, о чем это, это о доме Неснайка, в котором, собственно, они сейчас живут, и это для них, ну, такой хороший, хороший шанс преодолеть свои трудности, которых у них очень много, там, в силу судьбы, в силу истории их жизни. Они все сироты. М, А, оттуда и кратко, и К, и А оттуда. Это ваше школе. Все, я поняла. Все, я поняла. Хорошо, да. Все, а вот это что такое? Я вдруг поняла, что мне хочется, чтобы дети... Я почему-то подумала, что им это очень понравится, и это так и получилось. Они, видите, все счастливы. Мои птички. Конечно, хитрый. Вот понятно, ради чего. Все понятно. А вот не только, а ради чего? А вот не только. А вот ради чего? А вот ради забавы. Вот ради забавы. Вот так вот. Только ради забавы? Ради чего спектакль? Ну, чтобы люди были счастливы. Ты же счастлив, когда спектакль играешь, да? Ну, круто. Вообще дети не просто к себе подпускают кого-либо. А эти дети, с ними вообще очень сложно наладить общий язык, потому что если они тебе верят, они тебя вот абсолютно, вот они как проглатывают тебя. Но если они тебе не верят, ты можешь о них разбиваться. И вот первые приезды, они были в буквальном смысле слова. Вот было ощущение некой стены, о которой ты бьешься, и она тебя не пропускает. И мы уезжали просто вот, я даже уезжала абсолютно опустошенная, с ощущением какого-то там неверия и так далее. Единственное, что меня внутренне грело, мне казалось, что это, наверное, единственное, что я в этой жизни абсолютно точно уверена, было, что я делаю правильно. Предстоятель этого храма был у нас на премьере, и так как этот спектакль говорит о любви, дети своими словами в этом спектакле говорят о любви, а Бог – это любовь, поэтому мы, батюшка, пригласил нас сюда. Добрый день. Здравствуйте. А можно с вами пообщаться? Пожалуйста. Мы снимаем спектакль. Я понял вас. А как церковь отреагировала на то, что сюда ворвались ребята со своим спектаклем? Хорошо. Хорошо. Здесь ничего такого нет, необычного, потому что это встреча как бы соединения культуры и веры. Собственно говоря, и вера-то, она и лежит в основании культуры, а того, какая система верования человека, такой же, так сказать, соответственно, культурный багаж и фундамент для культуры. Каждый меняет пространство вокруг себя. Только с себя надо начинать. Это не пустые слова, это опыт жизни. Нельзя призывать никого меняться. Можно призывать только себя меняться. Поэтому если вот наш храм, вот он такой, в пределах всей церкви русской православной, но если здесь это есть, значит, это есть уже опыт. И люди пришли сюда, они поняли, что это возможно. Когда мы там встали, конечно, с декорациями встали, я имею в виду, это, конечно, было какое-то совершенно... Я сказала, что мы до сих пор этого не понимаем, и еще неизвестно вообще, поймем ли мы, что на самом деле происходит. Потому что вот это прецедент, действительно. Вот это удивительная вещь. И то, что Господь нас впустил в храм с ними, Он их впустил, а нас вместе с ними. Все? Да. Шумилкина напряжена очень. Обратила внимание? Ну, переживает, потому что, конечно, ситуация такая нестандартная, да, то, что в храме. Но я сама, я вошла, и я сначала, ну, как обычно, одеть платок там как-то, и ты понимаешь, что вот сейчас на солью поднимутся, и... Ну, то есть как-то, ну, все нестандартно. Вот я удивился, то, что дети совсем свободно себя чувствуют, это мы какие-то зажатые, а дети в этом храме резвятся, как хотят. Ну, в общем, да, они такие, они свободны. Конечно, наверное, все-таки обстановка их дома, какой-то у них микриклимат. Я первый раз, когда пришла, мне... Как подойти, как сказать, как... Когда вот один из мальчиков, который на коляске, попросил меня там ножку поправить, ему... Да, детдом, конечно. Да, у меня был, у меня был, конечно, мне просто был шок. Я боялась, думаю, ну, это... Я не понимаю, как это сделать. Сейчас мне это уже как-то вот привычнее, он просит, и... Но они привыкли, они в этом живут, они... Лена Зиновьевна, привет. Лена Зиновьевна... Вот, ты сегодня вклад. Да. Лена Зиновьевна, людям надо садиться, а то они все стоят, что-то у нас... Нет, они еще подходят, пока... Вы дадите задание, в смысле, отмашку, что начинаем, хорошо? Потому что мы тут на время даже не сможем. Дети, дети, дети. Так, в носу не ковыряться. Жвачку не жевать. Жвачку не жевать. Не бегать в попус и меня не подвести, понятно? Паш, ну я тебе ничего говорить не буду, у тебя все в порядке. Да. Ты тоже, да? Дети, дети. Найдет. 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 Я вас очень прошу, старайтесь, не балуйтесь. Ваня, я тебе говорю тоже. Ваня, я больше всего беспокоюсь за Ваню. Кто за ним будет глядеть за Ваню? Что сразу за меня-то? Нет, он говорит, что вы хая. Ваня, я больше всего беспокоюсь за Ваню. Репетиции шли поначалу очень сложно, потому что, во-первых, они уставали. Когда ты тратишься, ты очень сильно устаешь. Это непривычно. И вообще, в принципе, непривычно что-то репетировать. И в принципе, непривычно, когда тебя на два часа лишают свободы твоего перемещения, и ты должен в это включаться. Нет, любовь должна быть только к искусству. Поняла? Ну а потом вдруг это, знаете, когда ты взбиваешь, 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 вот пумс, и потом получается вдруг так, пыхс, что-то масло. И вот вдруг возникло всё это. О-о-о! Не знайте, новый день! Испытав все эмоции, жители незнайки понимают, что они зверски устали. Да ладно, а мы делаем, давай, не домой хотим, не сразу домой, а ещё быстрее домой, а быстро бывает только в пропуске. Ну тогда показывайте связи. Ну тогда показывайте связи. Стоп! Вот так ничего не получается, надо что-то новое предупреждать, давай другое что-то. Ой, 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 ой. Конечно, меня это наверняка как-то изменило, и я получила какие-то ответы на вопросы, которые я задавала. Теперь я, например, понимаю, ради чего, собственно говоря, я там прожила какое-то количество лет. Даже если просто для того, чтобы прикоснуться к этим детям, сделать с ними спектакль и просто полюбить их. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok